Потолок рухнул у нас. Если бы я здесь жил, в этой комнате здесь должна стоять кровать. Как раз под этим вот обрушением. И были бы жертвы здесь. Но это еще, наверное, не один, еще вот быт. Вот потолок еще на кухне у нас тоже вот. Тоже скоро попадет, даже вставать под него страшно. И что делать, не знаю. Радует, что мы здесь не живем. То, что вот у нас бы сейчас уже не было. Вот под этой кучей бы были мусоры. Упавший потолок в этом доме никого не задел. Благо в жилище в этот момент никого из домочадцев не было. Вот если я задену, у нас все упадет, все наоборот. На животных валик. Вот это вот весь потолок. Жилище рассыпается на глазах. Рушатся стены, гниют полы. В этом доме 55-го года постройки братья Зарифовы родились и выросли. Жилище когда-то дали их отцу, как работнику шахты, где он всю свою жизнь трудился электриком. После его смерти дети приняли решение жилье сдавать. Однако квартиранты отсюда быстро ретировались. У нас в крайней квартире пустуют квартиры, и эта квартира наша пустует. Соседи тоже вот, они вот год назад бросили квартиру, теперь снимают. Где-то вот в этом же районе, где-то в двухэтажном доме кирпичном. А здесь опасно жить, они зимой холодно. Потому что в венцах, венцы сгнились, и у них тоже насквозь дыры даже видно. Но дует ветер, гуляет по квартире. Рассыпаться дом начал с 2017 года. Тогда же жилища обследовали специалисты БТИ. Были выявлены массовые разрушения кровли, деформация стен и трещины на всю высоту жилого дома. Физический износ составил 63%. В результате признали ветхим. Тогда, как рассказывает Евгений Зарифов, представители администрации заверили, ремонт организуют. Подождать нужно немного, всего месяц. Посмотрели тоже, сказали, что надо здесь жить. Мы вам в течение месяца сделаем ремонт, будем восстанавливать все. И вот с 2017 года никакого движения больше нет. Вот городские власти сняли дома эти с баланса. Ну, вот такое от соседей слышал, что они теперь на балансе. Теперь люди платят только аллерон в мусор. Баки поставили туда, вот куда-то в поле, туда носят все в один бак со всех домов. Ну, это мусорные ямы, зольные у них нет. Не знаю, зол усыпят по всем этим, по углам, где хотят. Золают, спички. Это может пожар тоже быть. Дом пустует на протяжении шести лет. Жить в нем братья опасаются. Туда уже не раз влезали неизвестные. В последний свой визит они разобрали печку и украли металлические комплектующие. Улица Донбасская, как рассказывают местные жители, заметно опустила. Люди вынуждены бросать свои ветхие дома и перебираться в съемное жилье. Съехал бы отсюда и отец двоих детей Сергей Шейкин. В этом доме со своей семьей он проживает больше 15 лет. Ветхую постройку признали три года назад. Жизнь невыносимая в этом доме стала. Летом крыша бежит, веранда бежит. Ставим тазики, то есть проводка замыкает. Не сегодня, а завтра пожар как бы. Сгореть-то не проблема. Здесь вот два барака у нас соседних сгорело. Года два или три назад. Ну, то есть жилье старое, аварийное. Посмотрите, пожалуйста, вот какие у нас завалинки, в каком состоянии. То есть завалинки, они уже давно не годные. То есть управляющей компании у нас сейчас нет. Завалинки, развалинки, никто делать ничего не хочет. Приходили управляющие старые коммунальные, они нам сказали, да у вас ветхое жилье, мы ничего делать больше не будем. Я говорю, да как нам жить? Однако, по всей видимости, новоселье жители по улице Донбасская отметят нескоро. В ответ на наш запрос глава администрации Черновского района Василий Турсобаев сообщил, жилой четырехквартирный дом по адресу Донбасская-2 аварийным признан в этом году. А в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включены дома, признанные таковыми до 1 января 2017. Для братьев Зарифов их новость о том, что их дом признан аварийным, полнейшая неожиданность. Они уверяют, никакие уведомления об этом они не получали. Так же, как и их соседка, которая из-за страха за свою жизнь покинула дом и теперь арендует жилье. А вы мне скажите, пожалуйста, а кто ее когда признавал? У нас соседи вообще не в курсе. Ладно, мы не живем. Ладно, вот Женя не живет с Валерой. А первая-то квартира, они как бы там деды живут. Они никогда никуда не уезжают. Они-то не в курсе. У нас никаких ни извещений, ни оповещений, ничего не было. Вот пусть приедет и посмотрит, как мы живем. Винцы сгнили уже около 10 лет назад. Просьба отправить нам копию данного распоряжения со стороны администрации Черновского района осталась без внимания. А это означает, одному Турсобаеву известно, сколько еще жителям барака скитаться по съемным углам и не упадет ли очередной потолок на голову тем же пенсионерам. Анжелика Панибрашина, Алексей Павлов, ЗАПТ-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok